всем привет с вами при сегодня мы вновь рассмотрим тигель света пустоты поделюсь своим мнением расскажу как правильно его раскачивать как не стоит с ним поступать что сделать лучше как не натворить всяких плохих делов и вообще о его получении ну думаю о его получении рассказывать вообще тут пару-тройку секунд вам нужно просто завершить три из трех глав на аргусе выполняйте сюжетные задания и радуйтесь тигель уже открыт 13 число 13 сентября среда начиная с 10 утра по московскому времени получается 8 что ли по серверному тигель стал доступен на то есть вы получали цепочку квестов получали шар тьмы сдавали его погружали в этот тигель и он начинал работать итак начнем что такое тигель света пустоты давайте ка я на рамку снесу да так получше тигель света пустоты имеет себе таланты дальнейшее развитие наших реликвий можно отнести их к еще одним правым талантом собственно первая полоса одинаково у всех реликвий абсолютно это улучшение нашего уровня артефакта на 5 не уровня конкретно уровня артефакта а именно уровня предмета плюс 5 к уровню предметов это дело у нас прокачивается на пятьдесят первом уровне на первой реликвии 54 на 2 реликвии 57 на 3 реликвии теперь идем дальше вторая полоса вторая полоса это различные проки назовем их так это нанесение дамага это поглощение это усиление согласованности армии погибели легиона это пассивное повышение стат и много моря всего такого кайфовенького реально тьма свет тьма свет тьма свет все различные но качать именно ради второй полоски либо тьму либо свет достаточно глупо качается это дело на 60 в первой реликвии на 63 в 2 реликвии и на 66 в 3 реликвии самое главное прокачать именно тьму или свет с той целью чтобы выбрать в дальнейшем правильную третью раскачку правильную третью полосу все что нам получается нужно сделать это посмотреть какие способности какие особенности артефакта мы имеем в третьей полосе допустим броня урон кровавой чумы и увеличение времени действия танцующего рунического оружия скорее всего я возьму здесь а вот я не знаю что я возьму здесь на самом деле это еще надо подумать но что-то из этого и то и то в принципе полезно то есть от кровавой чумы у меня идет прямой отхил настакивание поглощающего щита после того как кровь вампира истечет а танцующее ироническое оружие позволяет раскидывать дополнительные доты и совершать дополнительный дамаг и это парирование способностей для моего рыцаря смерти в бедке кровь третья полоса качнется на 69 уровне артефакта теперь реликвия тьма увеличение времени действия танцующего иронического оружия повышение вероятности парирования и увеличение дамага от ударов сердца само собой тут танцующее ироническое оружие будет прокачано ну я никуда не денусь я решил прокачать именно этот баф то что я получаю дополнительных полторы тысячи универсальности с согласованности почему бы и нет безопасность в свете показался мне не самым сильным талантом и брать дамаг от ударов сердца когда есть увеличение времени действия танцующего универсального оружия как-то такое себе ну и последний железный релик который повышает мою выносливость на один процент тут я прокачал тьму весьма интересная способность хаотический мрак вообще близко не 60-300 тысяч максимальный прок который у меня был на бдительной деве да я все прекрасно понимаю там дамаг разогнан при сборе сфер и прочим но суть в том то что хаотическим мраком я дамагнул полтора ляма это максимальное попадание по бдительной деве в мифической сложности мы сегодня убивали записи стрима есть могу кинуть в описании к видосику если интересно будет глянете посмотрите ну и к тому же пиршество падальщиков весьма сильная особенность по любому правый талант правая особенность с вашего артефакта она очень сильно усиливает вас у воина защиты это урон от блокирования у других классов там тоже всякие полезности по типу продление или сокращение бруста или усиление какой-то ну такой главной кнопки у воинов в ветке оружие там либо вихрь клинков бафнут либо опустошитель по моему ну то есть зависит от таланта это очень сильно на самом деле усиление правых талантов это всегда кайфовенько вот не стремитесь прокачать свои реликвии таким образом что вы возьмете классную тьму или классный свет нет берите классную способность в третьей полоске талантов да это будет не скоро но стройте себе все это дело на будущее много вопросов по типу что за четвертое реликвия что мы типа мы будем четвертую реликвию носить нет это с целью того чтобы осмотреть реликвию какими особенностями она владеет и вообще стоит ли ее сохранять или может ее вообще сразу выкинуть вот привязка теней ну мне кажется это аналог хаотическому мраку только относительно сажен в какие-то рамки по регену хп и урону ну весьма интересно ну а что тут тут клыки вампира весьма кайфовенькая вещица ну а если выбирать то я бы наверное в этом релике я бы пошел через свет и в итоге прокачал бы клыки вампира да то есть если я к моменту получения 72 уровня артефакта не получу не получу тьму сильнее то я ставлю клеймо бурный агония бурный да отсвечивает и проскочаю так и возьму эти клыки вампира я получу типа дамаг от ударов сердца от его стандартного бонуса реликвии и потом клыки вампира от прокачки на 72 тут я получаю клыки вампира просто по стандарту и усиление иронического оружия при 72 как то через клеймо мне побольше нравится окей есть у меня еще один релик на тьму он упал мне с недельного сундука посмотрим что он бафает нам ох ты а этот то еще интереснее искусность плюс 500 избегание плюс 500 это два самых сильнейших таланта две самых сильнейших особенности пиршество падальщиков и клыки вампира оно все сильное абсолютно интересный выбор на самом деле что лучше то прокачать тогда клыки вампира или пиршество падальщиков такой ситуации ну вот то есть для размышления у меня реликвии есть эти реликвии для размышления назовем их так их стоит юзать вообще только на мой взгляд вставлять его артефакт на вот 69 72 и 75 уровня артефакта ставите до этого уровня артефакта ну потеряйте полезный бонус со стандартного релика ну вот и все какие-то такие мысли у меня по поводу тигеля вот все очень сложно но на что как он отразился для нас вообще для игроков этот тигель давайте подумаем это плюс 15 к уровню артефакта сразу же по факту то есть ну все же уже 57 и выше уровня артефакта я так думаю у всех кто активно играет вот мы получили плюс 15 эквипов к уровню артефакта нашего нашей пухи до уровня предмета нашего артефакта вырос дамаг вырос отхил вырос статы выросли статы и вырос показатель хп что позволяет переживать всякие там больные косты и большие ауешки по дамагу поднялся эквип ну это как пофиг куда относительно самое главное статы на высоких эквипах вот а мой эквип сегодня конечно очень сильно апнулся я полутал шею с недельного сундука 945 пропнутую на плюс 10 эквипа я полутал тировые ноги с монетки снаги 945 это просто нонсенс ну и кристалл недавно полутал но все видосики все записи абсолютно все 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 есть на ютубе есть на твиче так что заходите там изучаете как говорится он вся информация вам всегда предоставлена то есть если у меня что то есть рассказать я рассказываю если мне нечего рассказать ну тогда я ничего не рассказываю хотя порой очень очень даже хочется чем-то поделиться какими-то своими мыслями по поводу легиона по поводу вообще того что ждет нас в игре там не знаю что будет в игре а будет все классно как говорится будем проходить не в плюсы будем делать рекорды было бы с кем конечно обидно все кстати насчет этого ладно уж всех вам благ как говорится счастье там здоровья легендарок побольше самое главное на свой спектр лутайте легендарки хорошо ну и чтоб тоже докачали при вознесении купили себе бесконечную руну и у кого там голды хватит такого вот красивейшего в маунт но мне он нравится он не шатается как аннигилятор как аннигилятор и вообще кайфовенько давайте до скорого надеюсь видосик был вам полезным чтобы купить мучили